Еще в школьном курсе биологии нам рассказывали о классах питательных веществ, необходимых человеку для жизни. Забавно то, что углеводы единственные из этих шести классов. Белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, вода. Как раз об углеводах сегодня и пойдет речь. Углеводы это энергия, энергия движения. Когда наше тело не находится в состоянии покоя, организм берет энергию именно из них, чтобы справляться с любой физической нагрузкой. После попадания в ЖКТ, усвоенные углеводы преобразуются организмом в гликоген. Запасаясь в клетках мышц и печени, когда так называемые гликогеновые депо полны. Углеводам ничего не остается, кроме как запастись в виде другой энергии, жировой прослойки. Роль углеводов при наборе мышечной массы крайне важна. Именно их количеством в первую очередь регулируется колораж. Они дают энергию для тренировок, позволяют быстрее восстанавливаться и хорошо себя чувствовать. Не секрет, что для построения мышц необходимы белки. Однако без углеводов этот процесс практически невозможен. На стадии сушки углеводы также чрезвычайно необходимы нашему организму. Они помогают удерживать мышечную массу, помогают регулировать скорость обмена веществ и все так же улучшают восстановительные способности нашего организма. При длительном отсутствии углеводов в рационе организм значительно замедляет свой обмен веществ с целью сохранения энергии. Именно по этой причине спортсмены часто используют на сушке углеводные чередования или загрузочные дни. Помимо этого углеводы – единственный класс питательных веществ, которому свойственно понятие гликемического индекса. Этот индекс показывает, насколько сильно поднимается уровень сахара в крови после употребления того или иного продукта. Интересным является факт сильного колебания гликемического индекса в зависимости от текущего состояния продукта. Так, например, зеленый банан, незрелый, имеет индекс 25, почерневший, перезрелый – 75. Способ приготовления так влияет на гликемический индекс продуктов. Например, у сырого картофеля он 75, а у запеченного 95. Почему это важно знать? Чем выше поднимается уровень сахара в крови, тем больше в организме вырабатывается инсулин – пищевой гормон. Чем выше уровень инсулина в крови и чем дольше он держится, тем легче человек набирает жировую ткань. Для упрощения занятий углеводы с высоким гликемическим индексом принято называть простыми, а с низким – сложными. Таким образом, если вы не хотите быть обладателем солидного количества лишнего жира, следите не только за количеством, но и качеством углеводов в вашем рационе. Если за годы тренировок вам удастся найти полное взаимопонимание между углеводами и вашим организмом, какие именно, когда, сколько и так далее по достижению хорошей физической формы станет более чем реальным. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok